Тверская область в числе аутсайдеров по строительству муниципальных приютов для животных. Такие данные привели на сайте Дума ТВРУ со ссылкой на главу Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. А что сейчас происходит со строительством приюта для животных в Твери в Больших Перемерках, узнала Мария Шалованова. По статистике на сегодняшний день в Твери животных, которые обитают на улицах, от 200 до 400 особей. И эта цифра постоянно растет. Для того, чтобы контролировать популяцию бездомышей, и нужны подобные места, где собак и кошек будут либо оставлять в приютах, либо проводить стерилизацию и выпускать обратно. По мнению главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, Тверь по итогам последних лет не справляется с проблемой безнадзорных животных. В самой большой по территории области, в ЦФО, нет ни одного муниципального приюта, куда бы могли переселять собак и кошек с улиц. В крупных городах региона действуют лишь частные передержки, которые содержатся на средства волонтеров и пожертвования добросердечных граждан. Мест не хватает, животных меньше не становится. Это проблема номер один вообще в России, а тем более в нашем Тверском регионе. Тверская область наряду с Воронежской, Саратовской, Рязанской и Ярославской, с Республикой Адыгея, Алтаем, Крымом, Чувашей и Якутией, оказалась в числе регионов, где нет ни одного действующего муниципального приюта. Но в скором времени столица Верхневолжья выйдет из этого списка. Предполагается, что уже на следующей неделе объект в больших перемерках будет сдан. На сегодняшний момент у нас полностью готова вся площадка. У нас готовы бетонные основания под хозяйственные блоки и под вольеры. На данный момент мы завезли уже 25 вольеров и, соответственно, к ним 25 будут. Существляется уже окончательный монтаж крыши на данные вольеры. Также подводится электричество, ну, уже подведено электричество к участку и буквально сегодня мы планируем бытовые блоки завозить, подключать к электричеству уже. Результат работ на данный момент примерно 98%. За время работ подрядчик подготовил участок, установил забор с воротами и калиткой, проложил трубопровод, провел электроснабжение, обустроил фундаменты, установил 29 вольеров и столько же будок. Без преувеличения скажу, что это эпохальное для нашего города, для нашего региона событие, потому что в нашем регионе, и мы конкретно в нашем городе, в Твери, впервые появляется муниципальный приют, пункт передержки для безназонных животных. Здесь будут учтены многие, пока еще не все, но многие нормы, которые нам предписывает новый 498-й федеральный закон, который регулирует вопросы отлова, содержания, дальнейшего обращения с безназонными животными. И мы сейчас встали уверенно на тропу цивилизованного обращения с животными. Конечно, это еще, можно сказать, первый шаг, это здесь пока что первая очередь, нам еще предстоит наладить здесь и ветеринарную службу, предстоит нам еще многие-многие вопросы решить по поводу расширения, по поводу отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска животных и так далее, и так далее. Но первая, как бы базисная, основная часть сделана. Наша съемочная группа стала свидетелем того, как на свои места завезли последний из недостающих вольеров для собак. В ближайшем будущем здесь появится еще несколько боксов, место карантинного содержания животных, первичного осмотра новобранцев, модуль для хранения ветеринарных препаратов, а также помещение для персонала. Они выполнены в полном соответствии с проектной документацией. Вагоны модульного типа с утеплением, во всех выполнено отопление, посредством электроконвекторов, и в некоторых присутствуют умывальники с подогревом воды дорог. Как нас заверили представители подрядчика, уже к понедельнику, 20 января, приют будет полностью готов к приемке. Наша съемочная группа также станет свидетелями начала работы долгожданного пункта передержки, которого тверская общественность ждала долгие 20 лет.